Всем привет! Вы снова на канале ING9Channel, на котором недавно случилось 1000 подписчиков, в честь чего я включил монетизацию и сегодня у нас будет обзор робота-пылесос. На самом деле нет. На самом деле, сегодня у нас будет обзор компьютера Quorum. Эко не видать, подумаете вы. Этот кворумный маньяк купил еще один, но нет. Этот компьютер выглядит очень уникальным, я таких никогда еще не видел. Это Quorum BK05, но не тот BK05, о котором вы можете подумать. Это какой-то совсем другой вариант BK05, а какой мы сейчас узнаем. Давайте распакуем. Этот компьютер конкретно к нам приехал из города Хабаров. Очень далеко забралась продукция Уральского оптикомеханического завода. Продавался он в таком виде, что я на него сначала даже внимания не обхватил. Подумал, ну ладно, сломанный Quorum и сломанный Quorum. Точнее он даже не то, что сломанный, он выглядел как будто бы это руины компьютера. Как будто бы компьютер после бомбардировки. Но я один раз посмотрел на это объявление, второй раз посмотрел на это объявление. И в итоге что-то у меня зацепился взгляд. Черт побери. Это же Quorum. Только не просто так Quorum. Quorum, да и не обычный Quorum. Он в коротком корпусе, без цифрового блока. Но там было фото его платы. Я о него посмотрел и подумал, что на самом деле это не BK-05, а BK-06. Quorum BK-06 это... Вот такая вот машина. Это Quorum 128 в укороченном корпусе, который выпускался уральским оптико-механическим заводом. Так вот, когда я рассмотрел плату этого компьютера, я там увидел тоже таракан и подумал, ага, на самом деле это Quorum BK-06. Но Quorum BK-06 у меня есть, поэтому зачем мне еще один? А потом что-то меня смутило. И я пошел смотреть на фото Quorum BK-06, на фото его платы. И оказалось, что она совсем другая. То есть, вот этот компьютер, это на самом деле Quorum BK-05, только не BK-05, построенный на дискретных компонентах, к которым мы привыкли. То есть, не та же самая плата, которая стоит в Quorum BK-04, а какая-то отдельная ветвь Quorum, которую я, человек, у которого есть практически все Quorum, кроме 128+, никогда не видел. Меня это очень удивило, поэтому я списался с продавцом и его купил. Немножко за оверпрайс, учитывая его состояние, которое вы сейчас увидите, но все-таки есть подозрение, что это чертовски уникальная вещь, которая выпускалась очень небольшим тиражом. Продавец вообще был довольно подозрительный человек, он не отправлял авито доставкой, он стирал сообщение в процессе разговора с ним, то есть мы с ним договорились о какой-то цене, спустя 3 минуты он ее стер, после этого отправил сообщение, ну что берете? Ну то есть подгоняет, я уже думал, что сейчас тянет. Но не кинул. Еще хуже выглядит, чем на фото. Я не знаю, что ему пришлось пережить этому компьютеру, но я думаю, он повидал некоторое дерьмо. Знакомьтесь. Сзади обычный Shilky, Quorum, BK05, TU, по которому он был сделан, и в общем ничто в нем не выдает, того, что это комп, который отличается от всех остальных. Так, вот так выглядит крышка внутри. В овощной яме. Ну и плата. Да. Плата пострадала. Причем пострадала не только от грязи, но и из нее выпаяны некоторые части. Например, вот здесь у нас был модулятор сигнала для телевизора. То есть высокочастотный сигнал передавался с его помощью. Сейчас его тут просто нет. Возможно, его присобачили куда-нибудь в другое устройство. Хотя, возможно, вы поели просто развлечение ради. Но с другой стороны, развлечение ради можно было бы вытащить вот эту ПЗУ золотыми ногами. Но этого не сделали. Вот, кстати, внутри даже КМ-очка сохранилась. То есть тот, кто этот Курум гербанил, он даже не золотый скатчик был, а просто исследователь. Все КМ-ки сохранились. Раз, два, три, четыре, пять. Пять маленьких КМ-ок. Сколько это, не знаю. 50 рублей. Кто-то в 90-е мог их продать и купить себе за ширак, но этого не сделал. И хвала ему за это. А вот и сердце этого компьютера. Это микросхема. Это, по-моему, та же самая микросхема, которая стоит в Куруме 128 WG1-2. В общем, эта плата явно требует вводных процедур. Попробую ее отмыть. После этого попробую включить. В общем, я, наверное, очень сумбурно объяснил. Сейчас выпил успокоительного и готов нормально пояснить за Курумы. Исторически их две ветки. Это выпущенный заводом Vector и выпущенный уральским оптико-механическим заводом. Первые назывались объемом ОЗУ. Курум 64, Курум 128. Вторые носят название Курум БК. У нас есть БК-04. Базовая модель, выпущенная настолько гигантским тиражом, что в любой момент, зайдя на Авито, вы найдете их с десяток. Есть БК-05. Модель в укороченном корпусе. Но на основе той же платы, что и БК-04. Дальше был БК-06. Это уже 128-килобайтная модель, сделанная на БМК. БМК расшифровывается как базовый матричный кристалл. Это такие заказные микросхемы, только созданные не с нуля, а на основе полуфабриката, содержащего готовые логические ячейки. При производстве осуществляется финальная коммутация в соответствии со схемой заказчика. Ула от Феррантии в оригинальных спектрумах, это тоже БМК. Даже само название, Uncommited Logic Array, ULA, незавершенный массив логики, означает примерно то же самое. Так вот, этот комп, который у нас в руках, он находится вот здесь. Он все еще 64-килобайтный, как БК-05, но уже на БМК, как БК-06. Ну просто пропущено звено эволюции. То, что искал Чарльз Дарвин на островах Зеленого мыса, все это время лежало где-то в прокуренном гараже в Хабаровске. Спросите, откуда я знаю, что гараж прокурен? А достаточно понюхать клавиатуру. Знаете, многие говорят, что с японских аукционов вещи приезжают насквозь прокуренные. Подтверждаю, я довольно много там покупал, и большая часть дешевых лотов действительно пахнет. Но там это едва уловимый запах, а тут просто разит на всю квартиру. Корпус сразу же отправляется под душ. Кошмар, сколько грязи. И это же еще не вся отмыта, там еще въевшееся столько же. А что делать с платой? А туда же, под душ. Был хвором пепельница, станет хвором утопленник. Че терять-то? Комментарии о том, что вода для электроники смерть, можете оставлять вон там внизу. Подписаться тоже не забудьте. Главная грязь смылась, но плата все еще целиком покрыта толстым налипшим слоем хабаровской пыли. Я придумал, как с ней справиться. Ирригатор для зубов. Звучит странно, утопленнику зубы чистить. Но отличный вариант. Керхер на минималках. Как известно, быстро высушено не считается намокшим. Так что берем фен, и жарим на максимуме 5-10 минут. Ну а теперь нам потребуется запас тряпок, ватных дисков и палочек, и много-много терпения. На корпусе еще и трещина. Придется заклеить. А что же делать с клавиатурой, спросите вы? Сперва я хотел ее отмыть и заменить поломанные кнопки на запасные. Но потом меня осенило. Лет 10 назад я искал плату какого-нибудь кворума, для того, чтобы выпарить с нее вот эти вот синенькие разъемы. Искал, чтобы поменять убитые на одном из своих 128-х. Ну, дальнейшее развитие этой истории и ее окончательный уход в маразм, вы можете посмотреть видео «Мини-клавиатура для кворума» у меня на канале. Плату я тогда нашел, и довольно странным путем. По запросу «Компьютер кворум плата» нагуглил какой-то флей на каком-то автомобильном форуме, написал человеку и купил. Да он мне еще в посылку доложил клавиатуру от другого кворума. Ну, у соседа, говорит, валялась ненужная. Вот такая. Человека, кажется, звали Ильдар. Большое ему спасибо за подгон. Хоть и 10 лет спустя, но пригодилась для оживления уникальнейшего компьютера. Ну ладно, хозяйственные работы окончены, займемся электрическими. Кстати, я же узнал, как называется этот компьютер. Перед помывкой я достал ПЗУ, а на ней снизу надпись карандашом «БК-05М». Кворум «БК-05М». Звучит вполне логично. Плата выглядит целой. КЗ по питанию нет. Пробую включить. Результат хороший. Плата потребляет всего 0,6 А, примерно столько и должна. Не исключено, что она рабочая. Нужно цеплять телевизор. Вот тут на плате был модулятор телевизионного сигнала, чтобы подключать компьютер к телеку через антенный вход. Сейчас его нет, и вместо него напаяны какие-то перемычки. Наверное, это композитное видео и звук. Но мне не нравится ни их вид, ни сама идея делает тут перемычки. Если присмотреться к обратной стороне платы, видно, что тут проходили нормальные дорожки. Видимо, когда с корнем вырывали модулятор, дорожкам тоже пришлось не сладко. Я попробую их восстановить. Мне нужен одножильный провод, который можно изогнуть и проложить вдоль бывших дорожек. Я возьму самый, наверное, доступный провод на планете, витую пару для компьютерной сети. Жилы в ней, конечно, толстоваты, но под рукой ничего другого, способного держать форму, нет. Вот как-то так. Зогнутое жило зафиксировано термосоплями, чтобы случайно не оторваться и не утащить с собой оставшиеся части дорожек. Еще тут в цепи композитного видео стоит сгнивший переменный резистор, который регулировал яркость картинки. Я не нашел такого же на замену, так что пока просто пустил сигнал в обход. Если будет слишком ярко, будем это решать. На скорую руку спаяем провод, чтобы прицепить телевизор. Но ничего не работает. Нет даже черного экрана, телевизор вообще не ловит сигнал. Это очень нехорошо. Все-таки спектрум состоит из двух почти независимых частей, видеоконтроллера и всего остального. И компьютер даже без ПЗУ и ОЗУ, да хоть даже с дохлым процессором, все равно должен генерировать хотя бы строчную и кадровую синхронизацию. В худшем случае телевизор показал бы черный экран. У нас же нет и этого. Чтобы разобраться в проблеме, надо посмотреть, как генерируются сигналы синхронизации. Правда это непросто. У нас ведь нет схемы компьютера. Но логика подсказывает, что компы на VGA 1.2 должны быть все более-менее похожи. Ну а два компьютера, разработанных одной и той же фирмой, должны быть похожи очень сильно. И я взял схему от Quorum 128. Кстати, человек по имени Руслан Ус провел титаническую работу по перерисовке схем всех кворумов, ну кроме этого конечно, в PDF, в котором работает поиск по тексту. Очень удобно отслеживать сигналы. Спасибо ему, ссылку на схему я помещу в описании. На схеме видно, что у нас кварц подключен к инвертору LN1. Три инвертирования, деление пополам на триггере, и сигнал уходит на BMK VGA 1.2. Смотрим, приходит ли. Да, все приходит. А вот с BMK уже нужной для работы компьютера частоты наружу не выходят. Сразу приходят в голову грустные мысли о том, что BMK сдохла. Особенно они грустные от того, что микросхема-то редкая. Иногда продают на авито, но редко и дорого. Я уже начал прикидывать, из какого другого кворома я смогу ее выпаять. Но в процессе подумал, что надо проследить жизненный путь другого сигнала, с которого тоже есть смысл начинать искать неисправность. Сигнала сброса. Схему тоже берем от кворома 128. Кнопка reset у нас была припаяна к штрям. От них можно проследить дорожки и убедиться, что схема идентична вплоть до номеров ног. Reset приходит, два раза инвертируется. На выходе второй инверсии у нас получается сигнал slash reset, который сбрасывает процессор. А вот после первой, и вот тут интересно. Кнопка подтягивала reset к земле, но сейчас ее нет физически. Сама линия подтянута к питанию через резистор. Казалось бы, из-за этой подтяжки на входе первого инвертора всегда должен быть высокий уровень. Однако там ноль, то есть система находится в вечном ресете. Ого. Я замкнул пинцетом резистор подтяжки, силой подав на сброс высокий, то есть неактивный уровень. И картинка появилась. Похоже, что БМК в принципе не генерирует видео, когда на ней активен reset на входе. И это свинство какое-то. Настоящий спектрум так себя не ведет. Выдает картинку даже тогда, когда нажат reset. Ну окей, теперь мы знаем суть проблемы. Осталось найти причину. Раз наша подтяжка 22 кОм к питанию не работает, значит или резистор дохлый, или кто-то ее перебивает. Резистор я выпаял и прозвонил. Все с ним отлично. Помимо резистора, там стоит еще электролитический конденсатор. Он нужен для того, чтобы после включения подержать reset в низком, то есть активном, уровне некоторое время. Там достаточно большая емкость, по схеме 5 микрофарад. Он заряжается через наш подтягивающий резистор. И этот процесс занимает заметное время. Хоть и меньше секунды, но далеко не моментально. Суть этого участка схемы в том, чтобы дождаться момента, когда вся плата будет запитана. Все блокировочные конденсаторы накушаются электричество, и плата придет в более-менее стабильный режим работы. И только после этого reset станет неактивен, запустится процессор, и мы будем уверены, что он нормально начнет работу, а не начитается мусора из недозапитанного ПЗУ и не отправится исполнять несуществующий код. Я выпаял этот конденсатор, и оказалось, что он высох. На замену такой же аксиальный, ну то есть с выводами на две стороны, у меня нашелся только больше емкости, на 22 микрофарады. Это значит, что reset будет активен еще дольше, поэтому ком будет стартовать медленнее, возможно даже дольше секунды. Но я решил, что это не страшно. Замена конденсатора исправила цепь, но увы, не решила проблему со сбросом. Он также и продолжал висеть в активном состоянии. Я прозвонил все дороги, в надежде найти где-то в его цепи еще какие-то пассивные элементы, с которыми могли быть проблемы, но их не было. Значит, пора пристально взглянуть на активные элементы. Как мы уже знаем, reset приходит на инвертор. А давайте отрежем сигнал от входа этой микросхемы и посмотрим, что произойдет. А произошло то, что сигнал, который был на входе инвертора и был нулем, стал единицей. То есть, это сама микросхема портила собственный вход и насильно подавала туда ноль. Очевидно, что микросхема дохлая. У нас стоит 1533LN1. Я прорылся в поисках замены и нашел только импортную 7404 серии HC. 1533 это аналог серии ALS. Совершенно другая серия, у которой отличаются вообще, по-моему, все характеристики. Но все-таки, у нас самый низкочастотный сигнал из возможных. За исключением момента включения и редких нажатий на reset, тут на входе просто прямая линия. Поэтому я понадеялся, что ничего страшного такого кроссовера серии не произойдет. Оно и не произошло. Продолжение следует... Хомп запустился и заработал. С яркостью картинки, кстати, вопросов никаких. Она идеальная. Так что тот резистор, который мы ранее исключили из цепи видео, пусть стоит на плате теперь чисто для красоты. Смысла менять его на рабочий нет. Дальше еще проблема. Работать-то компьютер работает, но когда давишь на плату по центру, на грани появляется мусор. Где-то не контакт, может даже микротрещина в дорожке. После тщательного осмотра источник беды нашелся. Одна из ног БМК висела в воздухе. Странно, конечно. Пропаиваем, и проблема уходит. Ну и последней, и очень неожиданной проблемой оказалась клавиатура. Она, как вы помните, была в неплохом состоянии, я даже не сомневался в ее рабочести. Однако же не работало вообще ничего, ни единой кнопки. Прозвон показал, что дорожки, расположенные прямо на шлейфах, имеют очень большое сопротивление. Сами открытые части контактов прозванивались нормально, ну, по крайней мере, после прочистки спиртом. Дорожки на основной части пленки тоже. А вот та часть, где сверху синий слой пластика, ну, или защитного напыления, не знаю, что это, практически не прозванивается. Такое чувство, будто клей, который использовался, чтобы приклеить эту синеву, рассохся, и вместе с ним поотслаивались или потрескались дорожки. Надо их как-то восстановить, но проблема в том, что добраться до них не получается. Мы просто не сможем снять это защитное напыление настолько аккуратно, чтобы не содрать сами дорожки. И решение тут, это проложить новые дорожки. Я заказал только проводящий клей на серебре. С ним, в отличие от обычного контактова из автомагазина, у меня раньше были неплохие результаты. Я решил взять самый тонкий провод, какой смогу найти, и приклеить его поверх поврежденной части шлейфа. Приклеить с одной стороны к контактам, а с другой к открытой части дорожек. Там, где защитное покрытие заканчивается. Тонкий провод я взял из шлейфа дисковода. В отличие от 80-пинового ИДЕ, у которого внутри хоть и 80 одножильных проводов, но они довольно толстые, в дисководном кабеле каждый проводок многожильный и дербанится вот на такие волосины. Их и буду клеить. Пленки у нас две. Я начал с той, на которой всего 8 контактов. Так и проводящий клей сохнет медленно, поэтому дополнительно буду фиксировать клеем B7000. Это клей, который обычно используют для приклеивания экранов сотовых телефонов при замене. Он по консистенции и запаху чем-то похож на наш родной момент, только сохнет значительно быстрее. До густоты, позволяющей зафиксировать провод от случайного сдвига, он густеет уже за пару минут. Его плюс в том, что даже полностью загустев, он все еще достаточно эластичен и позволит гнуть шлейф. В общем, идея такая. Сначала клею провод к наружному контакту пленки, потом прокладываю его до нужной точки на внутренней части и клею туда. В комплекте с клеем была игла какого-то странного диаметра, через которую клей не давится. Зато половина клея и шприца распределилась по наконечнику и теперь придется его оттуда выковыривать зубочисткой и перенамазывать на пленку. У меня есть игла диаметром побольше, я поставил ее взамен, но в ней наоборот слишком широкое отверстие. Клея выходит слишком много и приходится все ровнять той же зубочисткой. В общем, процесс обещает быть долгим и нудным. Самое неприятное, что провод часто отрывается от точки, куда приклеен серебряным клеем и приходится клеить его заново. А клеит у нас мизерное количество и хотелось бы сэкономить. Поэтому на вторую пленку я решил чуть поменять технологию. Сначала приклеиваю провод клеем B7000 вдоль всей его протяженности, а только потом накладываю нужное количество так и проводящего клея на начало и конец. Это гораздо более удобный и быстрый способ. Плюс есть надежда, что если клеить серебряным клеем уже зафиксированный провод, риск того, что он оторвется, будет не очень велик. Еще у клавиатуры есть механические проблемы. Во-первых, нет клавиши F6. Вообще нет, с корнем. А у клавиши F5 этот самый корень, а это цилиндрическая направляющая, которая нужна, чтобы кнопка не болталась, отломан и застрял в кнопке. Ну, отломан это мы приклеим банальным суперклеем, это вообще не проблема. Правда, видимо, чуть промазал и ось отверстия сдвинулась относительно оси клавиши, поэтому в нажатом состоянии случается застревание. Ну да круглый напильник и 30 секунд работы все исправляют. С кнопкой F6 хуже. То есть саму-то кнопку мы можем взять с прикуренной оригинальной клавиатуры, а вот направляющую придется колхозить. Я ее отрисовал и распечатал на 3D принтере. Получилось неплохо, хотя была та же проблема с соосностью, которая еще и усугубилась тем, что при отрисовке мог где-то не попасть размеры. Снова призываем круглый напильник. Работа чуть побольше, но результат тоже хороший. Вот и все. Клей засох, кнопки на месте, клавиатуру можно собирать и тестировать. Ну, в общем, что-то явно работает. Но не все. Были проблемы с одной линией данных. Например, когда нажимаю 3, печатается 4. Плюс мы контактили две адресные линии, поэтому два полуряда по пять кнопок не функционировали целиком. И у меня сложилось впечатление, что дело в разъемах. Все эти контакты внутри и на вид, да и по хрупкости кажутся алюминиевыми. Им за эти годы тоже явно досталось. Один из спин-офф вообще отсутствовал и мне пришлось поставить туда снятые с другого убитого разъема из запасов. Для лучшего контакта я попробовал их немного пошкурить, но без результата. Тут я вспомнил, что у меня есть другие коннекторы, такие же, какие использовались в оригинальном ZX Spectrum. Только там это 8 и 5 пиновые разъемы, а у меня запасены 12 пиновые, такие же, как тут на плате. Пленка в них влазит с усилием, за которое проводящий слой на ней спасибо нам не скажет. Но я больше разбирать этот компьютер не собираюсь, так что готов рискнуть. Выпаиваем старые разъемы. Теперь запаиваем новые. Субтитры сделал DimaTorzok дом. Ну вот, все. С первого раза все заработало полностью. Все готово. Впрочем, нет, не все. Не хватает одной детали корпуса. Планки, закрывающие заднюю часть, где разъемы. Запасной у меня нет, будем печатать. Измерил снятую с другого курума и отрисовал. Длина она 38 сантиметров, а на поле моего 3D принтера влазит только 22. Так что придется печатать двумя кусками и потом клеить. Надо не забыть сделать отверстие под провод питания и кнопку сброса. Кнопка будет вот такая, давно валявшаяся в коробке с запчастями. Под кнопку сделаны боковые стенки, к которым она будет крепиться. В оригинале крепление винтом, ну а я просто залил термосоплями. Две половинки планки клеим 3D ручкой. Для провода питания у меня нашелся только бытовой провод на 220, так что не судите строго. Выглядит конечно не очень, да и в размеры видно, что чуток не попал и разъемы джойстика оказались не по центру своих отверстий. Но мне кажется, что это не страшно. Еще одна вещь, которую нужно добавить, это динамик. Несмотря на то, что звук и так передается в телек по AV кабелю, встроенный динамик есть у любого курума и нам нельзя отступать от этой традиции. Разъем для его укрепления вот здесь посреди платы. Кстати интересное наблюдение, расстояние между штырями такое же, как между штырями спикера на PC-шной материнке, поэтому можно просто взять готовый спикер из старого PC корпуса. Но корпуса мне жалко, зато у меня есть динамики из старых сломанных детских игрушек, один из них и взял. Только его нужно как-то закрепить на крышке компьютера. Придется печатать еще одну деталь. В центре отверстие под динамик, по краям отверстие под выступы на крышке. Для красоты сделаем какую-нибудь форму поинтересней. Вот так, практически зеленый фонарь получился. Правда кусок пришлось отпилить, потому что попал на скругленную часть корпуса. Динамик лазит с трудом, зато и держаться будет без клея. А вот саму конструкцию крышки надо как-то приклеить. Да, вы угадали. Термосопляет. Ну вот теперь кажется все. Вот только после того, как я все скрутил, снова на клавиатуре перестали работать по две кнопки в каждом полуряду. Причем если шлейф чуть-чуть пошевелить, то они работают. Провел пару дней раскручивая клаву, прозванивая и скручивая обратно, пытаясь понять, как так-то. Оказалось, что линии закорачиваются прямо на шлейфе. Наши новые проводки в одном месте лежали слишком свободно и при сгибании шлейфа им хватало подвижности, чтобы закоротиться. При этом на снятой клавиатуре обнаружить проблему было очень сложно, потому что на распрямленном шлейфе все выглядело идеально. В итоге я добавил туда клея и стало хорошо. Ну вот теперь компьютер полностью работает. И поигравшись с ним немного, я с уверенностью готов сказать, что это не просто самый странный из всех кворумов. Это вообще среди всех спектрумов довольно необычная машина. Почему? Ну смотрите. BMK KB01-VGA12 это микросхема, которая встречается в таких компьютерах как Delta 128 и Quorum 128. Что объединяет эти два компьютера? Разумеется цифра 128 в названии. Эта микросхема содержит логику для компьютеров со 128 килобайтами оперативки. Но сам компьютер BK05M он 48 килобайтный. Довольно сложно предположить, зачем вообще он был такой нужен заводу. Вероятно была закуплена большая партия этих VGA12 и их нужно было где-то использовать. Но почему было не сделать все компы 128 килобайтными? Ведь для этого понадобились бы лишь 8 дополнительных микросхем АЗУ RU5. Не знаю сколько они тогда стоили в магазине, но подозреваю, что как и сейчас, пол буханки хлеба не больше. Все-таки это уже был 1993-1994 год. И за счет этого небольшого удорожания можно было получить настоящий 128 килобайтный комп, который явно бы привлекал внимание покупателей даже просто самой цифрой 128 в названии. Хотите прикол? Раз комп основан на BMK для 128 килобайтных машин, то в нем есть порт переключения страниц АЗУ. Разумеется он работает очень странно. В 128 килобайтных компах у нас 8 страниц по 16 килобайт, любую из них можно впечатать в окно по адресу 49152. Здесь же оперативы всего 64 кило, поэтому страницы только 4. Я написал простую программу, которая выводит последовательность того, как страницы подключены к порту, и видно, что они одинаково повторяются два раза, то есть старший бит номера просто игнорируется. Также работает другая фича в порта 7FFD, возможность переключать экран на дополнительный, расположенный по адресу 49152. Вообще, подобная возможность есть у всех кворумов. Она нужна, чтобы выделить побольше непрерывной свободной памяти для запуска CPM. Но если остальные 64 килобайтные модели для этого пользуются специально введенным портом 0, то здесь мы пользуемся способом из кворума 128. Ах да, CPM. Тут у меня неприятное открытие. CPM на этом компе просто не запускается. Дело в том, что ее работа основана на возможности отключить ПЗУ и пользоваться теневым АЗУ в адресах с 0 до 16383. И технически тут все для этого есть. Сигнал отключения ПЗУ генерирует контроллер дисковода при установке нулевого бита порта 0. АЗУ тут сделано на RU5 в 8 64 килобитных микросхемах, то есть его тоже 64 килобайта. Но при попытке отключить ПЗУ компьютер валится в матрас. Матрас – это та картинка, которую обычно рисует спектрум, если его включить без ПЗУ. Он появляется потому, что процессор 50 раз в секунду получает прерывание INT от видеоконтроллера, по которому переходит на обработчик этого прерывания по адресу 0x38. Но раз ПЗУ нет, а шина данных подтянута к единице вот этими резисторами, то читается байт из одних единиц 0xFF. А это снова команда перехода по адресу 0x38. В результате компьютер попадает в бесконечный цикл. При этом при каждом переходе на стэк записывается адрес возврата. Это адрес следующей команды 0x39. Стэк растет, заполняет собой все УЗУ включая видеопамять. И на экране мы эти байты 00 и 39 видим как бело-синий-черный матрас. Тут два варианта. Либо я чего-то не догоняю, и проблема все-таки в компьютере. Например, в плохом контакте разъема дисковода. Либо этот кворум в своей уникальности действительно дошел до того, что перестал быть CPM совместимым. Я склоняюсь к последнему. Все-таки, если программно отключив ПЗУ, мы увидели матрас, это значит, что и мы порты дисковода писать можем, и обратно дисковод нам сигналы какие-то шлет. Плюс еще вот такая улика. Руководство пользователя NGMD Quorum. Тут написано, что изготовители не гарантируют стабильную работу дисковода с компьютером BK06. Причина там не указана, но мы видим, что какие-то проблемы с построенными на БМК кворумами производства УМЗ были. Почему? Ну скорее всего тут дело в том, что внутри БМК работа с ПЗУ и работа с ОЗУ жестко переключаются декодером адреса. Если два старших бита адреса нули, то есть мы читаем нижние 16 килобайт, то хоть тресни, а это всегда будет ПЗУ. Если же работаем с чем-то еще, то это всегда будет ОЗУ. Косвенным свидетельством этого может служить то, что на этом компе не работает рюк с обычного кворума. Это когда мы пишем вот такую программу, копирующую ПЗУ в ОЗУ целиком. Как видите, мы просто читаем байт ПЗУ, пишем обратно по тому же адресу. Но за счет того, как реализована операция записи в память, на кворуме БК-04 запись по адресам ПЗУ всегда пишет в теневое ОЗУ, независимо от того, что в данный момент включено в нижней памяти. Хоть мы и не можем переключиться на теневое ОЗУ, но достучаться до соответствующей страницы памяти мы сможем. Как раз через тот порт 7FFD, который мы смотрели чуть раньше. Через него мы можем включить в верхней памяти кусок, который был перекрыт ПЗУ во время работы программы, и увидеть, что там одни нули, то есть запись не проходит. Окей, скажете вы, но кворум 128-то ведь построен на той же БМК, а он-то умеет запускать CPM. Так и есть. Просто в кворуме 128, параллельно с БМК, есть еще схема на мелкой логике, которая занимается тем, что отслеживает обращение к нижней памяти. И вот уже она корректно обрабатывает приходящий от контроллера дисковода сигнал отключения ПЗУ. По сути это хак, на который авторам компьютера пришлось пойти, чтобы обойти ограничения БМК. А в случае нашего БК-05М было решено ничего такого сложного не городить. Но повторюсь, что у нас нет схемы, поэтому это все лишь спекуляция. Привет, небольшая вставка из будущего. В какой-то момент меня осенило. Глупо пытаться догадаться, почему в компьютере что-то сделали именно так. Если можно прямо спросить у разработчиков. Благо разработчик кворума, Камиль Каримов, до сих пор активный спектрумист. Я написал ему, и ответ Камиля в целом подтвердил мои предположения. БК-05М это была опытная машина, проба пера. Идея была в том, чтобы удешевить производство. Причем новшеством тут было использование не только БМК, но и того, на что я не обратил должного внимания. Микросхемы CECAM кодера. В итоге введение этих двух чипов большой интеграции позволило сократить количество микросхем с 60 БК-05 до 30 БК-05М в два раза. Это удешевило себестоимость и ускорило сборку. Я вот удивлялся, чего было не сделать этот ком 128 кб. А на самом деле это и был короткий этап перехода к 120 кб моделям. Правда, по словам Камиля, БК-05М получился глючный. Подробностей он не привел, но отметил, что CPM то должен скорее всего работать. Но у меня CPM так и не взлетело. Тут уже точно надо схему, чтобы разбираться, что и как происходит на шине. Но несовместимость CPM меня не расстроила. Думаю, так очевидно, что комп я брал не для того, чтобы на нем делом заниматься, а в коллекцию. Так что все равно очень рад, что его купил. Даже не так, очень рад, что про него узнал. Это же действительно потерянное звено эволюции. Просто невероятно. Почувствуй себя археологом, не вылезая с авито. Видео получилось очень долгим, но надеюсь не очень скучным. У меня еще много нерабочих спектрумов и не только, которые ждут своего часа на починку. Так что подпишитесь, чтобы не пропустить. А сейчас благодарю за внимание. Пока.